Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Независимом. С вами Юлия Сидельникова. Сейчас коротко о главных темах дня. Порядок придет и в сельскую медицину. Временно исполняющий обязанности губернатора региона узнал о проблемах краевого здравоохранения. Просроченные пресс-релизы и молчание, почему пресс-служба губернатора игнорирует некоторые СМИ. Снег застал водителей врасплох, почему дороги Читы снова не готовы к осадкам. 1 ноября глава Забайкальского края Александр Осипов встретился с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, заместителем председателя парламентского комитета по охране здоровья Николаем Говориным. Они обсудили текущее состояние дел в регионе. Эта встреча была посвящена реализации национального проекта, вообще проблемам здравоохранения в Забайкальском крае, в том числе в развитии первичного звена. В нашем разговоре я акцентировал внимание на те болевые точки, которые существуют в целом в системе здравоохранения Российской Федерации и в то же время обратил внимание на те особенности, которые имеют место и в Забайкальском крае. Обсудили и состояние медицины в отдаленных районах края. Телеканал ЗАП-ТВ уже неоднократно освещал проблемы с кадровым голодом в больницах и фельдшерских пунктах. Как пример истории жителей Сретенска. Из-за отсутствия врачей люди вынуждены лечиться в краевой столице. Марина Агафонова так перевезла из поселка свою дочь. Боли были внизу с живота, в правом боку, то есть подозрения были либо на аппендицит, либо что-то было по гинекологии. К хирургу пошли, к гинекологу пошли. Хирург сразу по результатам анализов отмел как бы диагноз аппендицита, сказал, что это у вас что-то по женской сфере, выясняйтесь с гинекологом. Гинеколог наоборот настаивал на том, что у нас все-таки аппендицит. Дополнительно отправили к терапевту. Терапевт нам вообще поставил диагноз хронический гастрит. Приборы УЗИ показали о том, что у нас присутствует киста правого яичника довольно-таки крупных размеров. По поручению президента мы реализуем программу создания ФАПов, их технологического обеспечения и кадрового обеспечения в малых населенных пунктах с численностью населения менее двух тысяч граждан. Этот проект реализуется. Он реализуется в рамках всей страны. И как раз вот это было предметом тоже нашего разговора, как идет реализация этого проекта и в Забайкальском крае. Николай Говорин отметил, скоро медицина на селе начнет возрождаться. Со слов депутата, на повышение качества здравоохранения уже выделено достаточно средств, чтобы можно было эффективно и быстро устранить самые главные и основные проблемы, связанные с лечением населения. Виктор Соловьев, Владимир Николаев, ЗАП-ТВ. Устаревшие пресс-релизы и неожиданные совещания. Почему журналисты ЗАП-ТВ и ЗАБРУ узнают о мероприятиях, проводимых в Рио губернатора самыми последними? Почему пресс-служба выбирает тактику молчания? 26 октября в Забайкальский край прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Александр Осипов. Встречу в аэропорту запечатлеть нам не удалось. Пресс-секретарь главы региона попросила удалить журналистов ЗАП-РУ и ЗАП-ТВ из здания аэропорта. Далее события развивались еще интереснее. 27 октября нам наконец-то удалось встретиться с Александром Михайловичем во время пресс-подхода и задать ему свои вопросы. Александр Михайлович, скажите, вот когда вы принимали решение занять этот пост, вас не пугало то, что вот сейчас Забайкальский край находится в другом положительном положении? Решение по Забайкальскому краю принимал президент Российской Федерации, а не Александр Михайлович. То есть Александра Михайловича просто в принудительном порядке поставили? Нет. Президент Российской Федерации предложил Александру Михайловичу возглавить, а Александр Михайлович согласился. И мы с вами подробнее об этом обязательно поговорим еще? Да. В этот же день в Рио встретятся с представителями регионального ФАС и некоторыми министрами. Говорили о высоких ценах на ГСМ. Приглашенными оказались только корреспонденты каналов ГТРК Чита и Альтес. Уже вечером пришел пресс-релиз, из которого мы узнали об уже свершившемся событии. На вопрос, почему приглашают не всех журналистов, из пресс-службы пришел такой ответ. Съемка на автозаправках была протокольной, а мы только исполнители. В Рио устраивает совещание, дает интервью, встречается с депутатами. Из пресс-службы ни одного звонка. Исполнители продолжают игнорировать независимых СМИ. Об этом пишет и портал 75.ру. Говорят, в пресс-службе губернатора сейчас форменный бардак. Никто ничего не понимает. От греха подальше зовут только госканалы и забайкальские рабочие. Очень похоже, что в пресс-службе не понимают, как работать с колес. Если раньше это выглядело как минимум странно, а рассылать пресс-релизы через день-два после события, то сейчас совсем грустно. И извинения тут совсем ни к чему. Либо надо чем скорее, тем лучше наладить работу, либо признать свою профнепригодность. Забайкальская медиагруппа – крупнейший холдинг региона. В него входит портал Запру, телеканал ЗапТВ, газета Экстра и ряд радиостанций. Материалы этих средств массовой информации всегда рейтинговые и правдивые. Чтобы поближе познакомиться с недоступным пока в Рио губернатора и поговорить о совместной работе, мы ждем Александра Осипова в гости. Официальное приглашение уже отправлено. Очень надеемся, что глава региона также открыт для прессы, как и для каждого жителя Забайкальского края. Дарья Юринская, ЗапТВ. Программа «Дежурный по городу» становится все популярнее. Тем более, что сегодня она не только помогает осветить болевые точки Читы, но и помочь людям в решении их коммунальных проблем. В предыдущем выпуске программы «Дежурный по городу» мы освещали проблему агрогородка «Опытный», где жильцы одного из домов жаловались на бездействие управляющей компании. Нам удалось договориться с директором ООО «РУЭК Восток» и сегодня мы получим ответы на интересующие нас вопросы. По данному вопросу могу прокомментировать, что дом находится в удовлетворительном состоянии, то есть там критичных никаких течей не возникло. Ну вот единственное только, что вот вентиль, который поджал, вентиль мы заменили. По канализации, то есть по видеоролику, которые говорили, что канализация бежит, могу представить фотоматериалы, которые подтверждают, что как бы нашей вины по протечке канализации в доме нет. По части того, что подвал был открыт, могу прокомментировать, что подвал был закрыт, его просто-напросто там выломали. Как бы я не могу точно конкретно сказать, почему его вскрыли. На вопрос о том, почему управляющая компания на протяжении месяца не устраняла поломку прорванной трубы, Александр Прокопенюк тоже нашел, что ответить. Целый месяц, во-первых, она там не могла, эта течь, быть. Возможно, она на днях появилась, то есть у нее сейчас нет, мы ее устранили, эта течь. А в дальнейшем работа по крыше, по подъездам будет какая-то проводиться? На летний период, в следующем году запланированная вам подъездка будет. То есть полностью по городкам. Чтобы убедиться вышесказанным, мы связались с жильцами агрогородка «Опытные». Они подтвердили, работы все-таки начались. А значит, дежурный по городу действительно приходит на помощь четинцам и помогает достучаться до тех, кто обязан, но по разным причинам не делает свою работу. Виктор Соловьев, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ Телеканал ЗАП-ТВ и фонд «Пчелка Майя» продолжают благотворительный проект «Я помогу». Сегодня вашей поддержки ждет Матвей Киберев. В семье Киберевых Матвей стал шестым ребенком. Мальчик родился крепким, веселым, жизнерадостным, вес набирал хорошо. Мама даже не подозревала, что ее малыш болен. Все изменило плановое обследование. Беременность прошла нормально. Родила в срок. Родила нормального вроде. На УЗИ повезли, обнаружили в три месяца образование надпочечника. Попали в онкологию. Ребенок Киберев Матвей поступил к нам в детско-онкологическое отделение 20 сентября. У ребенка по месту жительства на УЗИ диагностики органов брюшной полости было обнаружено образование. Поступил он к нам для уточнения этиологии этого образования. Родители до последнего надеялись на то, что образование окажется доброкачественным. Однако по результатам исследований подтвердился диагноз – нейробластома надпочечника. Эта разновидность опухоли характерна для детей раннего возраста. До года происходит созревание самой опухолевой ткани. Поэтому для оперативного этапа лечения ребенка перевели в детскую клиническую больницу. Сделали операцию нам 3 октября. Операция хорошо прошла. И он хорошо. Опять стал смеяться, улыбаться. У нас всех узнает. И папа, и всех. Всем на руки безотказно идут. Но не подумаешь, что больной. Могу никогда не сказали. Сейчас Матвею необходимо выполнить синтографию с меченым йодом. Результаты обследования позволят определить дальнейшую тактику лечения. Само обследование бесплатно. Оно входит в программу ОМС. Однако проводится только в Москве, в центре имени Рогачева. Деньги нужны на проезд и сопровождение малыша. Многодетной семье, в которой отец просто водитель и еще пятеро детей. Собрать большую сумму очень тяжело. Чтобы помочь, вы можете отправить сообщение на короткий номер 3434 со словом «Платеж могу». В сообщении укажите сумму. Маленький Матвей очень хочет вернуться домой и сделать маму как прежде. Спокойной и веселой. Наталья Протаковская, Анастасия Шадрина. Специально для проекта «Я помогу». Это новости на ЗАП-ТВ и мы продолжаем. Сегодня в Чите выпал снег. По сообщению синоптиков и в ближайшее время осадки не прекратятся. На край надвигается циклон. Тем временем обстановка на дорогах очень опасная. Движение на трассах затруднено. Тут и там новые аварии. Вот так сегодня выглядят городские дороги. Полотно покрыто слоем снега и машины скользят по нему неуклюже, сталкиваясь друг с другом или вовсе сползая в кюветы. Скользят и сами водители, пытаясь хоть как-то помочь своим железным коням. Да вообще плохо. Во-первых, должны быть хотя бы ДПСники или кого-ли стоять, чтобы вот так вот элементарно. Или вот, вон телом должны дорожники ехать, которые сейчас вот только едут. По-первых, у снега уже, а не так, чтобы ехать-палки. Волга перекрыла мне, я потормозал, и назад меня волокое. Вот видите результат. И хозяина этого Мерседеса нету, и никуда не уедешь. А я груженый стою, мне ехать надо. Ни знаков, ни дорожников ДПС, никого не было. Просто ехали, снег идет, и все. Съехали в кювет, уже в меня въехала одна машина. Вот в ребят там уже въехала машина. Просто холла, большой КамАЗ, въехал в Мерседеса. Что еще сказать? Ничего не подготовлено к этому. Все равно, наверное, знали то, что гендер-эмидцентр, что будут осадки. Никак не подготовились, ничего не сделали. И до сих пор, то есть, дорогу не перекрыли, машины так и едут. То есть, нет, ну, дорогу не перекрыли, машины так и поднимаются. То есть, каждая вторая машина съезжает в кювет. В мэрии Читы с претензиями горожан не спорят. Объясняют, износ дорожной техники составляет практически 100%. Поэтому и быстро реагировать не получается. 2000 тонн песка, 20 тонн соли и 18 тонн рассола. Именно такие средства будут применяться при обработке скользких дорог сейчас и вплоть до самого Нового года. Это заявил сети менеджер Читы Олег Кузнецов. Дело о рекламных конструкциях так и не утихает, несмотря на то, что сегодня уже не сезон для установки новых баннеров и демонтажа старых. Подробности у Виктора Соловьева. У нас 1 ноября сейчас и производится установочка рекламной конструкции. Хотя земельные работы запрещены, ну что сделаешь? Вот эта машина производит установку, вот эти лица. Смена аукциона на конкурс. Демонтаж билбордов, несогласных с конкурсом предпринимателей. Эта война длилась несколько месяцев. Представители малого и среднего бизнеса били тревогу. Подавали заявления в прокуратуру, ФСБ, Следственный комитет, управление МВД. Но четко продуманная система смены политики рекламного рынка в Чите не позволяла что-либо доказать. Спиленные конструкции неугодным предпринимателям не отдавали, ссылаясь на незаконность их существования. Некоторые просто исчезали. После появлялись новые или же хорошо отреставрированные старые. С наступлением холодов тяжбы разбирательств между предпринимателями и администрацией утихли. Не сезон. Однако демонтаж старых и установка новых билбордов мало-помалу, но продолжается. Даже несмотря на запрет земельных работ. Все земельные работы должны проводиться только с соответствующим ордером. Потому что можно порвать какой-нибудь кабель, ФСБшную связь, теплотрассу и так далее. Я точно знаю, что это не может сейчас быть ордер. Вызывали, пытались контрольную инспекцию, контрольная инспекция отказалась выезжать. Мы, говорит, не реагируем на такие, мы не служба быстрого реагирования и так далее. Ну и полиция, она очень долго ехала, соответственно, они так и не приехали. И вроде не сезон, но рядом со спиленными конструкциями вмиг вырастают новые, которые, по чистой случайности, принадлежат людям, выигравшим конкурс. Кроме несанкционированной установки, имеет место быть и не совсем правильное возведение конструкции. Те предприниматели, кто уже потерял и продолжают терять свои билборды, возмущены таким положением дел. Богомякова Ленина воткнули прямо в тротуар. За поворотом на площади революции 3х6. Никогда в этих местах на Ленина никогда не разрешали 3х6. А кто вообще вот установкой этих конструкций занимается? Ну, вот эта фирма, значит, это якобы московская, за ней стоит всем известный депутат, фамилию я называть не буду, все и так поймут. Беспредельные новые конструкции, это все рук нашего депутата общеизвестного и, соответственно, с поддержкой Александра Дмитриевича Михайлова, главного архитектора и руководителя комитета городостроительной политики земельных отношений. Потеряв свои конструкции, предприниматели пристально следят за появлением новых, которые чаще проходят далеко не по ГОСТу. Установка в неположенных местах, опасная близость с линиями электропередач, вырубка деревьев, которые мешают обзору на билборды. Неравнодушные не собираются опускать руки. Неугодные рекламному рынку предприниматели фиксируют нарушения по остановке конструкций и отправляют все это на рассмотрение в прокуратуру. Уже сегодня собраны материалы более чем на 100 билбордов, которые стоят по городу с нарушениями. Виктор Соловьев, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ Сегодня эксперты Народного фронта совместно с представителями органов власти и руководителем регионального оператора «Алерон плюс» обсудили вопросы будущего расположения полигона отходов. Что из этого вышло, расскажем далее. В 2016 году на федеральном уровне был утвержден проект, согласно которому каждый регион должен разработать территориальную схему обращения с отходами и определить одного или несколько региональных операторов. В нашем крае такой был определен только весной 2018 года. Им стала московская компания «Алерон плюс». Из семи запланированных полигонов сейчас готов только один. Что же мешало специалистам своевременно начать работу? В связи с тем, что как такового порядка, который бы определял требования к внесению изменений в терсхему, то есть корректировку терсхемы, до сентября текущего года не было этого документа. По существующему порядку, одним из основных требований, который является обязательным в структуре территориальной схемы на сегодняшний день, а это требование федерального законодательства, должна быть электронная модель территориальной схемы. И, соответственно, это определенный объем финансирования. По самым скромным подсчетам, создание электронной модели обойдется почти в 6 миллионов рублей. Где найти деньги – это лишь один из вопросов, но и на него до сих пор ответ не получен. У меня вот вопрос, который я задавала в августе. Есть объект захоронения ТКО, одна из точек, Чеченский район, и он должен ввестись в эксплуатацию в 2018-2019 году. Тайно откроете, что это за место? Если в 2018-2019 году, то есть это вот уже практически на выдании должен быть, да? Какое-то место внесено? Это, наверное, речь шла о полигоне в Атамановке. Да. И если уже корректировка-то есть, да? Внесено какое-то новое изменение, что-то есть? Ну, планируется, да. Уже другое место для размещения данного полигона. Ну, вы все знаете ситуацию с Атамановским полигоном, да? Несмотря на то, что проектно-смертная документация для этого объекта была подготовлена, да, то протестные отношения местных жителей, администрации не позволили нам продолжить эти работы. Поэтому на сегодняшний день мы определили другой земельный участок совместно с Чеченским районом. Поэтому эти сроки, они уже не актуальны, о которых вы сейчас сказали. Тайну секретного места расположения полигона открыл представитель фирмы «Аллерон плюс». Это будет территория в селе Кука. Есть предложение от администрации Чеченского района. То есть они сейчас этот вопрос прорабатывают. Там нет вот прямо на сегодня готового участка, что вот он участок, стоящий на учете, да? Есть там определенные вопросы. Все знают, что там была птицефабрика в свое время, которая сейчас в разрушенном состоянии, да? Которая намного опаснее, наверное, чем полигон. Поэтому они все эти вопросы взяли на себя. К сожалению, слабое взаимодействие с региональным оператором. Ответственных назначили не везде. Ну и как бы отсюда тоже можно сделать вывод, что или они предполагают, что это будет само руководство района этим заниматься, или вот тоже так отнеслись в некотором образом не очень ответственно. Еще одним из интересующих общественность вопросов является величина тарифов за услуги регионального оператора. Я говорю, я готова это сделать даже сегодня, даже сейчас. Вот, мы уже рассчитали все по цифрам. А смысл сейчас озвучивать, если терсхема не актуальна? Евгения Батуева отметила, если тариф на старую схему будет утвержден к 1 января, то он будет действовать в течение всего года. Один из участников круглого стола предположил, что с 1 января никто вывозить мусор не будет, но платежки людям приходить начнут. Наталья Протаковская, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ. Зарплата растет, а денег больше не становится. Почему данные за Байкал Крайстата хороши только на бумаге в сюжете Ивана Тимофеева? По данным за Байкал Крайстата, заработная плата увеличилась на 14% по сравнению с 2017 годом. Так ли это? Давайте проверим. Да нет, все так же никак не изменится. У меня заработная плата не увеличилась в 2017. Ваша заработная плата за последний год увеличилась? Немножко да. Ну на сколько? Больше 10%? Меньше? Меньше 10%. Меньше 10%. А позволять вы себе больше стали? Нет, конечно. Цены, потому что магазины пропорционально выросли. А, соответственно, не секрет, заработная плата у вас какая-то на комбинаре? Ну, до 20 тысяч. Я работаю социальным работником, моя заработная плата, наоборот, снизилась. Я получала летом этого года зарплату еще так более-менее, ну 20-20 с хвостиком. В прошлом месяце я получила 17 тысяч, это без учетов налога. А в этом месяце, ну вот за сентябрь, я уже получила побольше. Я в частной компании работаю, у нас была зарплата 10 лет назад, такая и есть. Ну, я работаю в сфере обслуживания, в сфере, ну скажем так, торговли, да. И я чувствую, что не сильно ощутилось это на людях, потому что продажи снизились. И поэтому, видимо, у людей все-таки денег не хватает. Ну, нам недавно подняли зарплату, да. Ну, если не секрет, вот примерно на сколько? Меньше 10 процентов, больше? А нет, примерно 10 процентов. У меня ничего не увеличилось, я как получал, так и получаю. Вы как-то на себе рост зарплаты ощутили? Нет, абсолютно никоим образом. Ну, если не секрет уровень у вас, какой заработной платы? Ну, в районе 50 тысяч. Эта заработная плата с 2017 года увеличилась на 14 процентов. Вы как-то на себе ощутили? Нет, не ощутили. Эта заработная плата не увеличилась? Нет, не увеличилась. А если не секрет, какой у вас уровень заработной платы? Обязательно. Ну, на одной работе я работаю, где-то 25. Приходится еще на одной работать. Да, у нас в этом году была прибавка. Если не секрет, ну, примерно так, на сколько процентов больше, 10, меньше? Меньше. По себе я не ощущаю, по крайней мере, увеличения как-то такого. По заявлению замминистра труда и социальной защиты, Забайкальский край стал лидером по росту зарплат в России. Среднемесячная заработная плата за январь-август текущего года составила 37 812 рублей. Самая высокооплачиваемая сфера деятельности – транспортировка и хранение. Там получают по 57 тысяч рублей. Кому все-таки верить? Людям или статистике? Есть такое выражение – по форме все правильно, а по существу издевательства. Так вот, если сейчас анализировать данные, значит, статистики, которые касаются заработной платы, в том числе забайкальцев, то мы можем увидеть, что вот эти цифры, которые публикуются, обнародуются по поводу заработной платы, они, к сожалению, не соответствуют вот тому реальному уровню заработной платы, который сегодня существует, в том числе в Забайкальском крае. По мнению Тихомирова, разница между статистикой и реальной жизнью связана с неточностью проводимых исследований. Статисты не учитывают разный уровень зарплат на разных должностях. Неточности, возможно, связаны с нежеланием государственных структур показать реальный уровень жизни населения. Стал такой период, когда наши, значит, статистические органы должны пересмотреть вот эту методику определения средней заработной платы. Никому не нужно вот обнародование вот этих реально несуществующих цифр. Это только, ну, вредит, значит, репутации нашей власти, которая озвучивает одно, а в реальной жизни происходит другое. Киеросстат и Забайкал-Крайстат, они, конечно, вот такой методикой определения средней зарплаты вводят в заблуждение наших, значит, забайкальцев, ну и вообще всех жителей страны. Что же значит разница между статистикой и реальными цифрами? Государственные службы ведут подсчет с целью решения проблем населения или вводят в заблуждение, чтобы создать иллюзию хорошей жизни? Иван Тимофеев, Ирина Петрова, ЗАПТ-ТВ На сегодня это все новости. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин